Привет всем ярким и стремительным кометам! В сегодняшнем видео у нас с вами, смотрите, что... А что же здесь в коробочке, спросите вы? А вы уже все и так знаете, потому что, как всегда, в названии видео написано это адвент-календарь от Ив Роше. Наконец-то у нас адвент-календарь, который можно спокойно купить, ну, не через каких-то посредников, не из-за границы. Здесь у нас такая красота, просто такая красота. Здесь у нас звездный зимний сад. И на сайте Ив Роше написано вот что. В новогоднюю ночь, в сияние Млечного Пути, пробуждается вся нежность зимнего сада. Это как-то странно, да? Ну, все равно, звездный зимний сад, это красиво звучит. Солнце скрылось, уступив место луне, и небо осветилось мирядами звезд. Загляните в наш сад, поднимите глаза и полюбуйтесь мерцанием созвездий, что укажут вам путь к 24 бьюти-сюрпризам. И сейчас мы как раз этим и займемся. Мы с вами сейчас обследуем. Весь этот адвент-календарь, весь этот чудесный зимний сад. Вот он календарик, посмотрите какой красивый. Ну, как в прошлом году, здесь оформление похожее, такое романтичное, таинственное и загадочное. Все, как мы любим. А знаете, что мы еще любим? Мы с вами любим общаться. А общаться мы с вами можем в телеграм-канале, где много всего интересного, где масса новостей, а еще хорошее и теплое общение. И вот сейчас даже в телеграм-канале зрительницы переписываются насчет того, какое взять такси от аэропорта Пулково на Невский проспект. Так что, если вы хотите получить хороший дельный совет по любому поводу, пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я вас там очень жду, а ссылка будет внизу в инфобоксе под этим видео. В общем, мы тут с вами пока что рассматриваем адвент, и он выглядит вот так. Ну, конечно, супер просто красиво оформлен. Помните, в прошлом году у них была сова такая, которая раскладывалась, в этом году зимний сад. И здесь у нас солнце, луна, вот какие-то деревья, звезды, вообще красотища. На официальном сайте этот адвент стоил 4999 рублей, но понятное дело, что легко найти всякие промо-коды. Я нашла на 15%, и он мне стоил, точно на 15%, ну, в общем, с промо-кодом получилось 4248 рублей. Цена этого адвент-календаря. А еще, кстати, у них на сайте почему-то написано, цена его 6990, а потом зачеркнуто. И как бы итоговая 4999. Ну что, давайте открывать. Ой, как здорово, ой, как красиво. И внутри вот эти вот все наши замечательные отделения. Ну что ж, давайте смотреть. Давайте вот так вот просто положим, чтобы вам было хорошо видно, что мы там открываем. А еще, кстати, за заказ, как всегда, можно там выбрать какие-то подарки. И сейчас мы с вами откроем эти подарки тоже. И посмотрим, что же там внутри. Ну что ж, начинаем с первого номера. Я, кстати, очень надеюсь, что в этом году не будет всяких позорных предметов, типа огрызка карандаша или вот таких вот всяких странных вещей. Смотрим, что внутри. В первом номере мы находим маску мусс с ромашкой. Вот такая вот смягчающая какая-то пенная маска с органической ромашкой. Я еще такую не видела. То есть это у них какая-то новинка. И здесь 30 миллилитров. Причем, я помню, у них была маска с ромашкой. Вообще, ромашка это у них самая классная линия. Вот из всех уходовых линейок и фраше ромашка прям вот самая моя любимая. И если кто-то давно смотрит мой канал, то вы наверняка помните, что я просто обожала их ромашковый крем. Он восхитительный. Просто восхитительный. Потом они немножко его переформулировали. Он стал еще в какой-то такой стеклянной красивой упаковке. Но он стал прям сильно дороже. Потому что я помню, раньше он стоил, по-моему, 500 рублей. А последний раз, когда я была в магазине фраше, он стоил полторы тысячи. Ну и как-то я не стала его покупать за полторы тысячи. Но все равно крем классный. Итак, дальше у нас второй номер. Как вы это знаете, сегодня особенно праздничное настроение. Такой красивый календарик у нас. Ну вообще здорово. И здесь мы находим снова что-то интересное во втором номере. Во втором номере у нас что это такое? Это как раз лимитированная коллекция. Как вы можете знать, каждую зиму и фраше выпускает лимитированную коллекцию, которая состоит из двух направлений. Ну так скажем, кому что больше нравится. Кому-то нравятся больше какие-то такие сладкие ароматы. Кому-то нравятся больше фруктовые ароматы. И обычно они делают как раз, например, один аромат какой-то цветочный или фруктовый. Вот что-то такое. А один более какой-нибудь там восточный. Вот что-нибудь в этом роде. И в этом году у нас лимитированная коллекция это молочный миндаль. Здесь у нас крем для рук с вот этим вот ароматом. Давайте ознакомимся, что там за аромат все-таки зимней коллекции лимитированный. Очень интересно, потому что звучит хорошо. Молочный миндаль, мне кажется, звучит прям приятно. Хороший аромат. Аромат действительно чудесный. Ну вот как вы себе представляете, аромат сладкий миндаль. Такая вот миндальная отдушка немножко с чем-то ванильным. Вот такой вот он и есть. Реально хороший аромат, потому что я помню в какой-то год у них была коллекция ванильный чай. И какие-то там ягоды. И там все ароматы были прям так себе. А вот этот действительно приятный. Кстати говоря, это версии полноразмерные. Здесь по 30 миллилитров. Они в таком формате и продаются в магазинах. Дальше у нас третий номер. Он какой-то большой, но там что-то легкое. Ну что же, что же. Здесь давайте посмотрим. Здесь у нас волшебный карите. И что это такое? Это... Что это? Это смываемый бальзам для душа. То есть после того, как вы сходили в душ, вы можете вот этим бальзамом намазаться. И после этого вы его смываете. И типа это как... Ну, вы поняли, да? Какое-то молочко для тела, которое почему-то нужно смыть. Ну хорошо. Нужно и нужно. Для супер сухой кожи здесь какое-то просто мега вообще питание и увлажнение. Здесь 30 миллилитров. И, кстати, на сайте, на сайте, мне кажется, у них даже такой продается. То есть именно в таком формате каком-то уменьшенном. Но я думаю, что это как бы тревел-версия. Все-таки 30 миллилитров, конечно, маловато, если пользоваться часто. Дальше у нас четвертый номер. Как же я это все люблю. Это так приятно. Это действительно создает хорошее праздничное настроение. Но, по крайней мере, знаете, отправляет вас в мир волшебного зимнего сада. А не вот это вот все. Вот в какой-то такой хороший и приятный мир. Так, хорошо. Здесь у нас четвертый номер. И в четвертом номере мы находим мицеллярную воду из их линейки, которая называется чистые водоросли. Это у них одна из таких относительно новых линейок. И здесь просто мицеллярная вода. 50 миллилитров. Понятное дело, что это мини-версия. Дальше у нас пятый номер. Скорей-скорей он большой. Он большой. А там, ну, что-то не такое уж и большое. И это, ну, это хит-хитов. Поэтому всегда он есть в адвентах. Это вот такой вот шампунь восстановления для сухих волос с экстрактом агавы. Вот так он выглядит. Мы с вами, по-моему, несколько лет уже его находим во всех адвентах от Ифраше. Номер шестой. Ну, конечно. Ну, куда же без этого? Без помады какой-нибудь. Я уверена, что она в красном цвете. Это стандарт для всех адвент-календарей от Ифраше. И здесь у нас помада в какой-то новом, ну, по крайней мере, в каком-то новом футляре. Я не знаю. Мне кажется, они часто любят заниматься таким, что просто у них новые футляры, а формула, например, та же самая. Ну-ка. Так. Помада. Очень, да, это Руш-Эликсир. То есть, это та помада, которая нам с вами хорошо знакома. Эта линейка вышла лет, наверное, пять назад. И это 12-й оттенок. Сатиновая, сатиновая помада. Пахнет прекрасно. Вот в таком вот красивом футлярчике. Это, кстати, полноразмерная версия. Это был номер шестой. А теперь номер седьмой открываем. И в седьмом номере, что это? Это снова вот этот вот молочный миндаль. Здесь у нас гель, который можно использовать для ванной и для душа. Ну, вообще-то, любой гель для душа можно использовать как пену для ванной. Ну-ка. Да, тут такой более даже нежный какой-то аромат. Ну, наверное, с водой он больше как-то раскрывается. Вообще, очень красивое оформление. Посмотрите, вот такой вот молочный миндаль. И здесь эта луна такая сонная. Наверное, имеется в виду, что молочный миндаль – это ароматы больше какие-то вечерние. Будет, кстати, интересно, если есть как раз вот вторая часть этой линейки, которая из лимитированной новогодней коллекции, она будет какая-то солнечная. Мне кажется, это прям хорошее было бы решение. Дальше номер восьмой. Восьмой номер. Что-то тяжеленькое. Что это там такое у нас внутри. Это снова водоросли. Серия с водорослями. И здесь у нас ультра-свежий очищающий гель для нормальной и комбинированной кожи 30 мл. Так, отлично. Восьмой номер нас порадовал. И теперь ищем номер девятый. В девятом номере мы находим вот такое топовое покрытие для ногтей, которое называется Go Green. Кстати, меня удивляют цены на лаки от Ифраша, потому что на самом деле лаки у них довольно стандартные такие. Кстати, я помню, раньше мне очень нравились, но они не отличаются чем-то вот необыкновенным. То есть это просто хорошие стандартные лаки. И они у них стоят по 600, по 500 рублей. Ну, прям, прямо сильно дорого, как я считаю. Дальше номер десятый. Где он? А вот он, вот такой вот симпатичный, с каким-то солнечным, солнечным, не знаю, кругом, или что это такое, может, снежинка какая-то. И мы находим с вами маску, которая называется Чистая мята. А, это не маска, это три в одном. Это очищающее средство, скраб и также средство от черных точек для проблемной кожи. Здесь 30 мл. Ну, слушайте, наборчик-то на самом деле повеселее, чем в предыдущие годы, потому что раньше мы с вами находили вот реально вот эти все огрызки карандашей. Что-то такое вот, вот что-то такое не прям сильно интересное. Я очень надеюсь, что карандаша не будет, потому что он всегда меня расстраивает. Здесь, ну, пошла какая-то мелочевка. Ну, куда же без этого? Ночной крем, который называется Эликсир Ботаники или Ботанический Эликсир. Это ночной крем, 7 мл. Они у них стоят полная версия по 2500 рублей за 50 мл. И здесь вот 7, ну, в принципе, нормальный объем, чтобы попробовать. Но хотелось бы, конечно, побольше. Номер 12, ищем, ищем. Вот он тоже такой праздничный и красивый. И здесь мы находим ботанический бальзам, который называется... Что это такое? Ботанический бальзам, он так и называется, который называется. А что это такое за ботанический бальзам? Бальзам, это на самом деле какая-то маска для кончиков волос. Или просто для волос. В общем, какой-то бальзам для волос. Ну, наверное, это что-то вроде маски. Причем написано, что она тоже не смываемая. Что-то у нас неожиданно смываемое, а что-то у нас неожиданно не смываемое. Следующий номер, который нам нужен, это номер 13. И в 13 номере... Ну, я вот не очень люблю, когда какие-то прям совсем крошечные вот такие вот форматы. Ну, просто потому, что хотелось бы побольше. И потом еще сидеть, вот это вот все рассматривать, что же там нам положили. Здесь у нас точно такой же крем, который мы уже находили, только это дневной вариант. А был у нас вариант ночной. Номер 14 тоже большой. И не сказала бы, что тяжелый. Может быть, нас и расстроит. Нет, нормально. Нормальный здесь у них формат. Да, как я вам и говорила. То есть, смотрите, как здесь интересно. Значит, миндаль у нас молочный. Это лунная серия. Ну, видимо, такой нежный ночной запах. А вот это, это сочные ягодки. И здесь у нас нарисовано солнце. Ну-ка, давайте понюхаем, чем пахнут сочные ягодки. Пахнут. Пахнут такими, знаете, газировкой какой-то фруктоной. Ягодной газировкой. Что-то вот такое, как будто с пузырьками, с игривыми. Ну, хороший аромат. Мне чуть меньше обычно нравятся какие-то ягодные ароматы, чем, например, что-то более нежное. Но это действительно хороший запах. И здорово, что они сделали вот такую вот тему, что вот это у нас луна, а это у нас солнце. Так, хорошо. Пятнадцатый номер. В пятнадцатом номере что-то большое. Так, это у нас снова, снова у нас молочный миндаль. И в этот раз мы находим скраб в геле. Здесь тридцать миллилитров. Ладно, мы рады. Тридцать миллилитров нормальный тоже формат. Хотя лучше бы было, конечно, пятьдесят. Но мы не жалуемся. Тоже хорошо. Шестнадцатый номер. И в шестнадцатом номере что это? Ай, тоже хит-хитов. Это их знаменитый уксус для ополаскивания волос. Для того, чтобы они блестели. Средство, которое является хитом уже долгие и долгие годы. Так, следующий номер, который нам нужен, это семнадцатый. Ну, совсем тут что-то такое маленькое. Нет, здесь полезная вещь. Здесь у нас снова вот эта вот лимитированная коллекция с ягодами. И это бальзам для губ. Такое, знаете, дежавю просто чувство. Когда я училась в школе, у всех гигиенических помад был одинаковый запах. Ну, как-то вот продавались. Ну, какие продавались, такие продавались. И все пахли совершенно одинаково. Какими-то слегка такими карамельками. Вот если вы тоже учились в школе где-то в начале двухтысячных, вы, наверное, хорошо помните, как все это пахло. Ну, в общем, здесь такой прям аромат суперзнакомый. Что-то какие-то легкие карамельки и немножко там, не знаю, что-то еще ваниль какая-то чувствуется. Так, дальше у нас восемнадцатый номер. И в восемнадцатом номере что это такое? Это снова что-то интересное. Это гаммаж, скраб для сияния кожи. Тридцать миллилитров. Я смотрю, они серьезно так изменили все свои упаковки. То есть, посмотрите, здесь у них какие-то тут арты появились. Такие прям радостные. Дальше номер девятнадцатый. И в девятнадцатом номере что же, что же там в девятнадцатом номере? Снова волшебный карете. И в этот раз у нас лосьон для тела. Ну-ка, а чем они отличаются? Это у нас был бальзам какой-то для тела. Может, это просто, может, это просто кель для душа? А вот это уже бальзам для тела? Ну, как-то не очень понятно. Ладно, нужно будет почитать на сайте, что и что. Дальше номер двадцатый. Двадцатый номер, что-то снова большое. Маной, шампунь и одновременно это гель для душа. Все вместе. На самом деле, обычно такие средства не очень хороши, когда все в одном. И средства для волос, и средства для тела. Потому что, как правило, они и моют не очень, и дико сушат, например, волосы. То есть, тело моет плохо, волосы сушат. Ну, чаще всего такая ситуация. Давайте понюхаем. Аромат прям вот маноя. Точнее, франжипани. Дальше у нас номер двадцать первый. Ну-ка. В двадцать первом номере, ну, тут совсем как-то. Это ромашка. Это тот самый крем, причем в версии легкой. Он, кстати, да, у них появился вот этот ромашковый крем, про который я вам рассказывала. В версии такой более какой-то питательный. И в версии легкой. И здесь семь миллилитров всего. Так жалко. Ну, хотелось бы побольше, конечно. Ну, ладно, ничего страшного. А мы с вами уже на финишной прямой. И дальше у нас номер двадцать второй. В двадцать втором номере прям что-то большое. Ну-ка, скорее, скорее. Это маска для волос с маслом ЖЖАБА. Тридцать пять миллилитров. Вот такая вот симпатичная. Двадцать третий номер. Скорее открываем. И здесь что-то красивое. Что это такое? Это парфюм. Парфюм маленький. Ну, в принципе, частенько в адвентах от Ифраши есть именно парфюм. Здесь пять миллилитров. И называется он на земле. Какой-то минеральный цветочно-восточный аромат. Ну-ка, давайте понюхаем, чем же пахнет. Такое интересное описание. Чуть-чуть похоже на Ле Паркинзо. Ну, такой, я бы сказала, он чуть водянистый. Этот аромат. В смысле, такой легкий какой-то. Прям вот пахнет свежей водой. Но в нем есть определенные вот эти вот восточные нотки. То есть вы чувствуете, что он не до конца свежий. А есть в нем такая восточная какая-то сладость. Аромат приятный. Мне понравился. Дальше номер двадцать четвертый. Представляете, это же все. У нас уже последний двадцать четвертый номер. Здесь двадцать четыре номера. Потому что иногда в адвентах бывает по двадцать пять. Так, что-то маленькое. Последний номер самый важный. Тушь. Тушь, которая называется интенсивная метаморфоза. И у них, помните, у них было очень много разных тушей. Когда-то давно. А потом в какой-то год они их все просто перевыпустили. И все они стали вот такие вот метаморфозы. Все эти туши и стали подразделяться просто на эффект. Там одна более объемная. Другая, например, удлиняющая объемная. И здесь нам какая с вами досталась. Давайте посмотрим объем, удлинение и также подкручивание. То есть самое вообще универсальное. Здесь щеточка не силиконовая вот такая. Ну что ж, классно. Вообще, вообще, я считаю, хорошо получилось. У нас действительно интересный достаточно набор вышел с этим адвент календарем. Давайте посмотрим, что мы нашли. Вот такие вот наши находки. Адвент был красивый. И мы нашли действительно много каких-то, знаете, даже тут не дело в том, что были тут какие-то полноразмерные версии или нет. А они были. Хоть они и небольшие. Вот это вот у нас получается полноразмерки. Вот это вот вроде тоже полноразмерная версия. Вот эти вот вроде бы на сайте продаются в таком формате. Но я не уверена как бы. Ну ладно, давайте это тоже у нас будут полноразмерки. Раз продаются, то тогда нормально. В общем, вот такой вот у нас получился набор. Это хорошо. Но самое главное, что здесь были все-таки какие-то новинки. Что-то интересное. Вот эта вот лимитированная коллекция новогодняя тоже была. Мне кажется, что это приятно. А теперь давайте посчитаем, все-таки стоило наполнение этого календаря или нет. Что у меня получилось по нашим подсчетам? Напоминаю, что календарь стоил 4999 рублей, это если без промокода. Если найдете промокод, а его найти супер легко, просто пишите в интернете промокод и фраше, и вам сразу выдаются куча сайтов с промокодами. В общем, наполнение вышло на 6631 рубль 15 копеек. На самом деле интересно, что на сайте фраше частенько бывают всякие большие распродажи, то есть у них там часто бывают скидки. И я помню, что в прошлом году, по-моему, адвенту от фраше не очень повезло, потому что когда мы его считали, у них на сайте была прям большая распродажа, и получилось, что они, по-моему, там даже не дотянули до стоимости этого адвент-календаря. Сейчас распродажи нет, и уже у нас показатели лучше. 6631 рубль 15 копеек, это вот это вот все наполнение, причем в этот раз я посчитала тоже с мини-версиями. И наша выгода составила 1632 рубля 15 копеек. Ну что? Ну хорошо, я считаю, хорошо получилось. А теперь давайте посмотрим на подарки, потому что еще дали подарки в благодарность за заказ. И первое, что мы здесь находим, это вот такой вот гель для душа, который концентрат. Ой, это у них хорошая интересная серия. Здесь смысл в том, что гель сам концентрированный, и здесь специальная упаковка, то есть вот эта упаковка, которая выдавливает маленькие капельки. И по идее смысл в том, что одной капельки, одного нажатия вам хватает на все тело. Таким образом, вот в этой упаковке, как утверждают бренд и фраше, количество этого геля аналогично количеству в бутылке на 400 миллилитров. Ну, кстати, бутылку на 400 миллилитров вы по-прежнему можете купить. Давайте понюхаем. Приятно. Здесь он, по-моему, малиновый или клубничный. Малиновый. Ну, не самый мой любимый аромат, но какой был такой, такой и получился. И еще здесь какая-то симпатичная косметичка. Посмотрите, просто красота. Написано, что здесь органа и роза. Целый набор. Это была у них линейка, я ее хорошо помню, линейка для хамама. Ну, типа, как для хамама, такая восточная. Да, да, вот она и есть. Здесь у нас крем для рук. Типичненько, кстати говоря. По-моему, в прошлогоднем адвенте у них прям было очень много вот этого, потому что эта линейка тогда была такая свеженькая. Дальше у нас здесь лосьон для тела после хамама. И также гель для душа после, ну, точнее, для использования в хамаме, видимо. Пахнет прекрасно. Пахнет такой восточный аромат какой-то интересный, интенсивный. Как хорошо, как приятно. У нас был прям реально классный адвент-календарь. Ну да, как бы не самое какое-то невероятно щедрое наполнение в плане, если все это пересчитывать. Я думаю, если бы на распродаже считали там, конечно, совсем было бы уже все сильно печальнее. Но ничего, все равно было красиво, интересно. Мне кажется, мы с вами прям порадовались. Напишите в комментариях, как вам понравился этот адвент-календарь. А я вам сегодня желаю приятного дня, хорошего. И, конечно, хорошей ночи, чтобы вы сегодня хорошенько отдохнули, чтобы вы выспались. И у вас на душе было приятно и спокойно. Спасибо вам большое за просмотр. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok